В прошлых видео мы уже поговорили про ChatGPT, как его использовать для SEO и для контекстной рекламы. Но ведь использовать его в обычном интерфейсе действительно неудобно. Как масштабировать работу ChatGPT для проработки большого количества текстов, для большого количества объявлений в том же Google Ads, для каждой ссылки подобрать тайтлы, подобрать заголовки. Многие вещи, которые мы описывали в прошлых видео, как все это масштабировать. На самом деле есть решение, и сегодня в этом видео я расскажу вам про специальный тул, при помощи которого вы можете автоматизировать все ваши работы в ChatGPT. Меня зовут Николай Шмачков, а это канал SEOQuick. Я буду рад, если вы нажмете лайк и подпишетесь на наш канал, выбрав соответствующее уведомление в колокольчике. Это для нас будет очень приятно. И поехали! Перед тем, как записывать видео, я опубликовал пост на нашем YouTube-канале. В разделе «Сообщество» вы можете задавать мне любые вопросы в комментариях, я на них обязательно отвечаю. И этот пост был как раз анонсом будущего нашего видео, где я буду рассказывать про те вещи, которые вы бы хотели узнать. Большинство вопросов касались как раз многих вещей, которые мы будем сегодня затрагивать в этом видео. Начнем с первого вопроса. А как вообще подружить Excel, тот же Word, с GPT? На самом деле мы будем дружить не стандартный Microsoft-овский Word, который был в анонсе этого видео. Microsoft Word здесь не очень будет уместен, потому что для него я такого решения пока не нашел. Кто найдет, напишите в комментариях. Для классических Google документов и Google таблиц решение существует. Итак, для этих целей мы заходим в магазин приложений Google Workspace Marketplace и ищем GPT for Sheets and Docs. Он у меня уже установлен, но вы можете установить его для себя. Устанавливайте его с правами администратора и он появится в каждом документе, который вы будете создавать дальше. Далее в каждом ново созданном документе вы должны быть владельцем документа. Если владелец другой, эта функция будет недоступна. Ваша задача зайти в расширение и выбрать GPT for Sheets и нажать Launch. И он запустится. При его запуске он предложит вам первоначально настроить ваш API. Где его взять? Ваш API настраивается в вашем аккаунте OpenAI. Вы заходите в аккаунт OpenAI, копируете оттуда API и вставляете его непосредственно в настройках. То есть вот OpenAI Settings. Настраиваете вот эти все данные, которые вам нужны для работы. Затем, запуская это приложение после нажатия кнопочки Launch, вы выбираете расширение, выбираете Set API Key. И в следующем интерфейсе вы вводите ваш API Key в это поле. У меня API Key уже введен, вы вводите здесь свой собственный. После того, как API ключ вдобавлен, функционал будет работать. Напоминаю, пока вы это не сделаете, работать ничего не будет. Окей, с Word подружили. Как подружиться с Excel? Точно так же. Создаете новую табличку, выбираете расширение, запускаете, включаете функцию и он у вас отобразится в боковом поле. Если вы уже ввели API ключ для вашего аккаунта, повторного вводить не нужно. Он автоматически понимает и Word и Excel вариант. Это одно и то же расширение. Здесь в чем особенность? У него функционал, как вы видите, отличается от функционала, который используется для доков. Но оно и логично, потому что в Excel есть еще дополнительно формулы, которые работают для каждой ячейки. В то время как в доке вы можете работать с большими объемами текста и ориентироваться на контекст уже написанного текста. Но об этом дальше. Итак, задача была подружить. Мы их подружили. Давайте разберемся, как работает функционал этого инструмента. Первоначально вы можете задавать здесь уже вопросы и сохранять это все в черновике. Точь в точь, как мы делали это здесь, мы можем это делать уже теперь в документе. Вот давайте мы возьмем вот эту страничку, напишем в чат GPT и попросим ее напиши вступление для этой статьи. Вот он пишет вариант. Теперь мы берем то же самое и добавляем здесь. Напиши вступление для этой статьи. Окей, вот он сейчас мне сделает. То же самое практически. Вроде бы неплохо, да? А в чем отличие, почему бы не использовать просто стандартный и копировать вставлять? Сейчас я вам покажу. Вот мы сейчас выделяем и теперь просим его. И попросим его дальше. Что это значит? Я выделил фрагмент документа и для этого он будет ориентироваться уже на контекст написанного документа. И будет от этого документа строить дальше. И как вы видите, вот он сразу предложил некоторые примеры. То есть окей. Вы скажете, он может быть зацепился просто за слово сетей. Я говорю, окей, давайте я вам покажу, как еще работает. И сейчас посмотрим. Прекрасно. Просто написал контекст, но выделил фрагмент. И он под этот фрагмент дал мне то, что нужно. Я его могу попросить дальше предложить заголовки H1, H2. То есть у меня стоит задача, допустим, переписать эту статью. Сразу же переписал пример будущей моей статьи. На какие главы, условно говоря, мне надо цепляться. Теперь для каждой, допустим, блока переработы. Как вы видите, он предложил сразу нужные заголовки. Как их можно сделать? Конечно же, с SEO-шкой он дружит так себе. Поэтому некоторые заголовки могут оказаться достаточно длинными. Он любит большие пространные заголовки. Это все делается за счет того, что вы выбираете определенное ему поведение. Поведение бывает разное. Есть консультант, есть тренер, лайфхаки кто пишет, эксперт, финансовый советник. Тут огромный вариант есть, который может вам понравиться. Вот TechWriter, например. И мы сейчас берем, удаляем вот это. Выделяем снова и посмотрим, что он предложит. Как вы видите, TechWriter оказался более интересным в нашей сфере. Выбирая нужную модель, по которой будет работать у вас ChatGPT, выбирая контекст, задавая правильные вопросы в этом блоке, вы можете даже написать, на каком языке вам нужно написать. Тот же самый блок написать на испанском, например. И он вам то же самое напишет уже на испанском языке. То есть с ним вы можете общаться на том языке, которому вам удобно, и указать, допустим, на каком языке нужно вывести. И он вам это переведет. Более того, вы можете сделать другие варианты. Например, вы можете перевести. Вы можете вот выбрать этот контент. И, например, давайте введем украинский. И сейчас посмотрим, как он переведет документ. Как вы видите, он прекрасно переводит контекст. То есть работая с текстовым документом, имея вот такую надстроечку, вы можете просто перерабатывать контент, как вам нравится. Давайте возьмем вот этот вот абзац и попросим его. Попросим его переделать, это определение. Можете сравнить, в чем нюанс написанного верхнего определения от этого определения. То есть вы можете увидеть, что какое-то из определений выглядит более детализированным, более сухим, какое-то более простым и понятным. Выбирать, какая вам форма, зависит уже от вас. Вы выбираете стилистику, какие-то абзацы перефразируете и, допустим, удаляете, которые вам не нужны. Напоминаю, я говорил, что нельзя использовать ChatGPT в сухом остатке, как он есть. При написании контента при помощи ChatGPT3 теряется дух повествования. Теряется то, что это действительно стори-теллинг, теряется душа. Поэтому я рекомендую все-таки отдавать текст вашему руководителю, чтобы он посидел над ним, подумал, возможно, исправил, переписал какие-то предложения, если это вы пишете для своего сайта, а если это авторский блог, то, конечно же, серьезно подумайте, что нельзя ему доверять на 100% написание контента на свои ресурсы. Нужно добавлять всегда в него какую-то изюминку. Можно добавить какой-то информации, попросить его. Можно всегда просить его как-то разнообразить ваш контент какими-то фактами. То есть сухонаписанный контент изначально в том виде может оказаться довольно-таки машинным. И как вы видите, здесь вот я попросил его сделать. Он мне лишь бы подсказывает. К сожалению, я не могу предоставить статистику по популярности CPA сетей за 2023 год. Я вот сейчас его попрошу переделать этот контент. То есть вот мы возьмем. Если вы задаете ему какие-то вопросы по поиску фактов, он может находить факты, может не находить. И здесь в этот момент вступает действительно задача журналиста по поиску этих данных. То есть ваша задача искать эти самые данные в сети и дополнять ими статью. Сгенерированный каркас, который сделает вам чат GPT, прекрасно пригодится для будущей статьи. Вот он еще дает какие-то данные. И вот смотрите, вот он зацепился. То есть можно найти этот отчет, который был, найти его в гугле, поставить на него ссылку, и этот контент уже у вас будет иметь дополнительную фактическую ценность. Хотя казалось бы, он полностью сгенерировал чат GPT. В чистом виде такой контент будет выглядеть не очень. Но добавив в него ссылки, добавив в него какие-то скриншоты, вы сможете создать действительно качественный контент, который годится для публикации даже гостевых постов. Также вы можете использовать эту утилиту для того, чтобы написать короткий вывод по каким-то фактическим данным. Например, можно взять какие-то цифровые данные, собрать их воедино, выделить и написать то, что вы хотите сделать, чтобы у вас был написан красивый вывод. Например, из предложенных табличных данных, из предложенных цифровых данных. Как вы видите, написал вывод, основанный на тех цифрах, которые я предоставил. Он действительно проанализировал цифры и дал действительно интересные выводы, которые прямо присутствуют в виде цифр, он сделал в виде вполне обычного написанного текста. По поводу других функций, которые тут есть, у него есть функция проверки грамматики, но она работает только пока на фиксированном количестве языков. Я проверял, он работает пока плохо. Ну, я думаю, для проверки грамматики хватает и других инструментов. Как мы говорили, перевод уже есть, написание обычного, смена тона на другой тон, то есть вы можете всегда поменять тон написанного текста. И мы переходим к следующему, это к таблицам. Google таблицы, как я сказал, будут давать более обширный инструмент, но они будут лишены функционала, который был в Google документах. Это использование выделенного фрагмента как контекст предыдущему обзору. Вы не сможете просто сказать, вот, оперируйся на существующий контент и работай вот с этим. Здесь ваша задача писать будут практически многие запросы с нуля. И умение грамотно писать эти запросы здесь является скиллом. Потому что если вы просто будете глупо задавать вопросы, он будет по-глупому писать эти ответы. Итого, что мы можем сделать? Здесь огромный список формул, которые могут использоваться. Самая популярная формула, которая может быть, это, допустим, перевести что-то на какой-то другой язык. Например, давайте переведем эти украинские товары на английский и на русский. Понимаю, что многие скажут, так можно и в Google переводчике. Да, но когда у вас действительно 5000, у вас будут проблемы. Мы используем функцию GPT-Translate. Выбираем ячеечку. И пишем, какой язык нам нужен. Здесь мы используем, давайте, Russian. А вот здесь мы сейчас копирнем эту формулу. Используем English. Видите, язык нужно писать обязательно в кавычках. Так он не понимает, потому что это непеременно. А теперь он поймет. А я не понял! Напоминаю, что Excel это классная штука, при помощи которой вы можете делать вот так. Ваша задача теперь все лишь подождать, пока эти формулы обновятся. И, соответственно, дадут вам правильный вариант. И, как вы видите, он прекрасно переводит все, что у вас тут есть. Без всяких косяков. Вы можете там для удобства к этой вашей списку товаров добавить ссылки, которые там будут использоваться дальше. Почему? Потому что многие вещи можно будет делать сразу. То есть, вот у нас есть уже название товара, название переведенное товара, как оно у нас есть. Мы можем это протянуть дальше, этот список, и работать с этой таблицей. Также, если вам не нравится какой-то вариант переделанный, вы можете всегда обновить какую-то формулу. Но для этих целей нужно желательно в самой формуле что-то поменять. Ну, давайте мы теперь воспользуемся основной функцией, которая здесь может быть интересная. Вот, например, вы можете задавать классические стандартные запросы для вот какой-то конкретной страницы. Мы вот попросим давай GPT. И мы вот так вот берем, используем функции классические Excel, не более 300 знаков. И вот так попросим его написать. Напоминаю, что здесь он работает немножко медленнее, чем классический Word инструментарий, но он работает. Вот он нам написал уже описание. Вы можете написать, например, следующее, допустим, GPT. Напиши для препарата, вот условно говоря, тык, рекомендации по дозировкам. Давайте попросим так. Напоминаю, что это Excel. Если вы будете формулу дальше протягивать, он будет писать вам все это дальше. Так вы можете работать со всем чем угодно, то есть писать любой контент, потом это сцепить все воедино, дать контент-менеджеру, и он просто весь этот фрагмент текста попросту позаливает, куда ему надо. Напоминаю, что в табличном варианте вам гораздо удобнее будет делать. Смотрите, он на английском начал мне лупить. Почему? Ссылочка, что они на английском. Ссылочка, конечно. Значит, мы его должны поправить. На русском давайте. У нас они были все на одном языке. Давайте вот мы. И теперь мы вот эти формулы вот так вот меняем. Где он написал нормально, мы не меняем. То есть мы не просим. Ага, вот он не смог. Он не смог слишком долго, это нормально. И теперь, если у вас возникли такие ошибки, вы можете говорить, что делать? Вы можете там открыть GPT-формула Control и нажать кнопочку Errors on. Это значит, что он сейчас перезапустит сканирование тех или иных формул, где произошли только ошибки. Если будет работать с огромным количеством этих штук, то их действительно будет огромное количество ошибок из-за того, что идет время. У вас огромный файл, весь состоящий из GPT, чтобы ваши API не съелись за секунду, выключайте во время работы с другими табличными ячейками вот этой кнопочкой. Вы таким образом выключаете формулы, чтобы, допустим, поизменять какие-то вещи и потом вернуть. Если же вы понимаете, что вы закончили работу, включите кэш. Если вдруг формула каким-то чудом обновится, чтобы она заново не отдавала запрос, то она хотя бы возьмет прошлые данные, которые она уже получила из своего кэша этого документа. В этом плане гораздо будет удобнее. Напоминаю, что вы можете задавать те же запросы, которые я рассказывал в прошлых видео, касательно тайтлов, дискрипшн, предложения микроразметки. Все это здесь будет работать. Маленький нюанс, он, конечно же, не будет качественно вам вписывать гигантские объемы текста. Поэтому задавайте маленькие конкретные вопросы для каждой отдельной ячейки, чтобы тексты были не слишком гигантские. Слишком большие тексты он сюда пропихивает плохо. Следующая функция, которую я бы хотел вам показать, это вывод табличных значений. Если ваш вывод нужно, чтобы был в каждой строчке отдельно. Иногда это интересно. Допустим, ваша задача вытащить структуру любой статьи, которая вас интересует. Давайте попросим, что GPT это сделать. Мы его просим, допустим, GPT Table. И выбираем его «Выведи структуру структуру статьи». Показываем, какую статью, вот, которая здесь находится, в две колонки. Как вы видите, он прекрасно вывел мне, какие заголовки используются у меня в этой статье. Какие заголовки H1, какие заголовки H2. Вы можете попросить его теперь взять какую-то другую статью. Давайте вот просто возьмем вот эту, что такое CPO сети, и попросим его сделать то же самое. Обратите внимание, мы полностью получили структуру статьи, которая у нас есть. SEO-шник может просто вставить вот таких вот, огромное количество статей и одну вот эту несчастную формулу. И получить полный анализ конкурентов по каждой из статей, даже не открывая эти статьи, то есть не ковыряясь в этих заголовках. Он может попросту вытащить весь контент из этой статьи. Вы можете вообще пойти дальше и вытащить какие-то другие вещи, которые вас интересуют. Например, ссылки на изображение или тому подобные вещи. Вы можете попробовать любые варианты. Моя задача была в этом видео показать, как работает эта функция. Делитесь в комментариях интересными кейсами, которые у вас получилось сделать. Более того, самые интересные кейсы, может быть, мы опубликуем в следующем видео. Перейдем к следующей формуле, которая будет максимально полезна для тех, кто обрабатывает большие массивы табличных данных. Когда ваша задача, допустим, вытащить какие-то названия товаров. Вот, например, обратите внимание, вот как вытащить вот это вот 400 грамм? Вот вы думаете, как это сделать? Вы скажете, окей, разделитель запятые, и все, у меня эти граммы будут сбоку. Оно где-то встречается несколько запятых. Как вам быть? Вот как это разделить? Есть формула зайца GPT-экстракт. Выглядит она примерно вот так. Вы используете GPT-экстракт, указываете, на какую ячейку смотреть, и пишете, что конкретно нужно извлечь. И смотрите, что получается. Окей, проверяем дальше. Обратите внимание, он действительно вытаскивает все эти фасовки. Вот, например, вы получили вот такую штуку, и вы видите, что у вас получилось, что вот он где-то пропустил. Можно ручками, конечно, исправлять, но мы ручками не умеем исправлять, мы будем работать. Вот здесь, и мы попросим его переработать, вот этот ответ. Ага. Где-то он дописывает слово, дозировка, где-то он зависает, где-то он не может найти, как вы видите. Хотя странно, да, вот он здесь не увидел, за что цепляться, потому что нет запятой. Вот. Что довольно забавно. Суть заключается в том, что где он ошибается, нужно понимать, что он все-таки искусственный интеллект. И он хоть и обучается, но обучается иногда немножко не очень. Поэтому вы можете говорить ему, где он ошибся. Ну, видите, где-то он подобавлял слово дозировка, но я думаю, потом в результатах эти слова можно легко поудалять через поиск и позаменять. Как вы видели, у меня это заняло очень мало времени. Если бы это делал бы вручную, это заняло бы гораздо больше времени. Потом итоговый вариант, то, что у вас получилось, просто копируем, вставляем как значение и обрабатываем уже ручками. Перейдем к следующему пункту. Это с таблицей мы разобрались. А как сделать в виде короткого списка? Есть такая же функция, называется GPT-List. Мы ее можем использовать. Добавить себе сейчас вот так вот GPT-List. Мы просим его написать факи для этой статьи. Вот мы берем вот эту страничку, просим его для страницы. Мы показываем, для какой страницы. Почему выгодно использовать пункт GPT-List, чем классический GPT? Если ваш ответ подразумевает огромное количество вывода, то лучше использовать Лист, потому что у вас он ограничен по количеству ответа. Лист же использует серию запросов, учитывая уже заданный предыдущий. Поэтому я рекомендую использовать GPT-List, если вам нужен список побольше. Например, давайте вот попросим не 5, а 15. Если бы я делал это через классическое GPT, оно бы рубануло, мне сказало бы, у вас слишком большой ответ. У вас, как говорится, токен не позволяет его вывести. А здесь, в этом случае, он может вывалить действительно все 15 вариантов. Итак, как вы видите, 15 вариантов он вам действительно предложил. Эта функция очень может быть полезна, если ваша задача придумать действительно огромное количество вопросов. И дальше уже можно варианты выбирать, на какие вы хотите отвечать, и добавляйте их в вашу статью. Более того, вы можете попросить вашу микроразметку написать целый код. Есть такая функция, она у меня не сразу запустилась, но пришлось покопаться в документации. Суть заключается в том, что есть функция GPT-код. Код функции вы видите сейчас на экране. Я ее попросил для вот этой странички написать код микроразметки article. И написать, собственно, как она есть. Самое главное, указал, какой код. Она иногда ругалась, не хотела мне его писать, но фишка в том, что нужно посчитать документацию, как правильно там записывать температуру, max-токены и модель, которая используется при написании формулы. Напоминаю, запятые в формулах используются, если у вас английская версия Excel, точка запятой, если у вас украинская версия Excel. На этот момент обратите внимание, когда будете писать. И по факту вы получаете код, который можно просто вставить. Если у вас код не появляется, то нужно max-токен с количеством увеличиться. И, соответственно, при работе с написанием кода вы можете задать сразу, какие виды микроразметок вам нужно создать для этой странички. Зачем? Чтобы попросту потом вставить в код, и поисковая система увидела эту микроразметку без всяких костылей. Большинство сайтов, которые имеют, условно говоря, блок для вставки этого кода внутри сайта, разные CMS, разные конструкторы, как раз вот им говорят, так возьмите сами, напишите микроразметку. Да, теперь вы можете ее писать сами. Попросту в чат GPT, когда создаете страницу, сразу ее писать. Всю эту микроразметку, как она есть. Как вы видите, функционал чат GPT достаточно многообразен. Любые вопросы, которые ставятся вам непосредственно при работе с документами, решаются при помощи этого инструментария. Мы каждый день придумываем новые фишки, как автоматизировать большинство рутинных задач. Напоминаю, что именно вам платят SEO-специалистам за мозги, за то, что вы умеете делать сложные, долгие, рутинные задачи быстро. А на этом, собственно, все. Я постарался максимально сжато и максимально полезно рассказать про самые нужные функции, которыми вы, скорее всего, будете пользоваться. Умение сочетать ваш креативный подход к задаче вопросов, получением ответа, группировки ответа и формированием готового документа, текст страницы или там код для заливки той же микроразметки, или уже написаны сгенерированные метаданные, или подогнанная структура для того, чтобы писать хороший контент. Все это вы можете использовать сейчас, не тратя тонны времени и делая действительно высококачественный контент. На этом все. Я был благодарен, что вы досмотрели это видео до конца. Оставайтесь с нами и задавайте вопросы в комментариях. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok